Вы знаете, что я просто хотела собаку? Это не реально. Мне сейчас 5 лет. Транс была 4. А на 5 лет я не ожидала, что мне купят собаку на 5 лет. Миша, ты знаешь, зачем мы приехали? Да. Зачем? Кто путешествует. А какой сюрприз знаешь сегодня будет? Нет. Мы приехали выбирать тебе собаку. Да. Пошли выбирать? Ух ты, Миша, смотри какая свакула. А мне это на морде, что ж? Первое, что надо купить собаке, ошейник и поводок, и корм, и лежанку, и витамины, и миску, и расческу, и шампунь. Это из первой необходимости, да? Мы все еще придумываем имя, так что можете писать в комментариях свои советы, может что-нибудь подберем интересное из ваших комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, как вы помните, я рассказывал вам о том, что хочу начать заниматься видеопродакшеном. Хочу начать снимать видео для других компаний и YouTube-каналов. Так вот, этот день настал. Я сделал сайт, я полностью готов к запуску. И, так как я не очень силен в маркетинге, мне посоветовали одного специалиста, эксперта в этой области. Его зовут Александр Диджитал. Сегодня мы с ним разберем мой кейс, мы разберем сильные стороны, слабые стороны. Сейчас вы увидите небольшую нарезку из нашего интервью. Если вы захотите увидеть полную версию со мной, вы можете перейти по ссылке в описании и увидеть полный разбор. А сейчас продолжаем смотреть видео. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фишка в чем? Я занимался достаточно долгое время путешествиями. Что я могу делать, что умею, что мне нравится, от чего я кайфую. Ну, обычно так люди говорят, я сайт делал сам, делал за час, чтобы меня опустили на какое-нибудь обучение. Я тебе не верю, у меня такое ощущение, что твоей компании нет. А ты известный блогер, у тебя 26 тысяч подписчиков. Таким людям больше доверия. То есть вот нужно четко понять, кто вы. Нет, расстраиваюсь потихонечку. Если, например, вы с Юлей выбирали кухню, и ты выбирал красную или желтую, и ты такой настоял, будет красная. Это первый признак того, что нужно что-то делать. У тебя на самом деле есть уникальность, почему-то про которую ты не говоришь. Да вопросов особо нету. Я снял офис, я купил мебель, я купил компьютеры. Есть очень классная книга, хочу тебе порекомендовать. Раз мы тебе подарили, давай еще подарим нашим подписчикам. Слушай, я расскажу, почему вы собаку взяли. Да расскажи. Ой, ты первый. В конце июля взяли собаку себе вот такую вот, белую, пушистую. Называется белая швейцарская овчарка. Вот ей уже сейчас 6 месяцев. Уже такая коняшка выросла, сильная. Весит 22 килограмма. Живет у нас 3 месяца. Семья души в ней не чает, а она, соответственно, в нас. Вот Миша, с Мишей больше всего любит играть. Что ты хочешь, ругаешься? Благодаря собаке стали много гулять. Все, теперь обязательно вставать рано утром. Чем раньше встаешь, тем больше энергии. Знаете, стал выходить с ней гулять утром. Зарядку делать иногда, бегать стал по утрам. Это прикольно тоже. Ребенок стал гулять чаще с удовольствием. Да? Миш, ты любишь гулять? Угу. Что-нибудь хочешь рассказать? Вы знаете, что я просто хотел собаку? Это не реально. Мне сейчас 5 лет. Транс была четверо. А на 5 лет я, кто упал, а по поводу не ожидал, что мне купит собаку на 5 лет. Ну вот это его просто круче. Почему она тебя кусает? Потому что я с ней иногда играю, мучу, а она меня кусает. Я смею себя. Смеешься? То есть она тебе не больно кусает? Да, не больно. Она лучше со мной играет. А, понятно. Ну то есть она тебя не по-настоящему кусает, а просто играет с тобой? Да. Понятно. Ну что, Батю, когда домой? Я уж так хочу кушать. Пошли. Блин. Ну, молодец, лапки помыла. Да? И отряхнулась сразу. Пойдем, Мич. Холодная? Конечно, холодная. Уже же осень. Ужеу. Уже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok